Народ, всем привет! С вами Дмитрий ФМ. И вы в очередной серии про поездку в Краснодар-Лаганаке. Так, сегодня у нас в этой серии Краснодар. Мы приехали в парк Краснодар. Здесь очень много локаций. Пешком ходить долго, много, интересно. На фотографии все понравилось. Поэтому теперь хочется пройтись пешком все это посмотреть. Но канал у нас технический, поэтому в первую очередь давайте посмотрим технику. которые есть в парке. Парк Краснодар. Вот такой грузовичок. Это у нас электрокар. Снизу, я так понимаю, электробатареи висят. Подвеска спереди у нас рессорная. Назад идет неразрезной мост и электромотор посередине. Там, скорее всего, дифференциал у него. Прикольно, экологично. Вот такой автомобильчик. Передвигается по парку, обслуживает его. Что касательно самого парка, здесь есть японский сад. Самая ближайшая локация, куда мы сейчас с вами попадем. В общем, японский сад. Просто так не пускают. Леночка перетянута. И надо в живую очередь стоять, брать какой-то QR-код. Так, в общем, народ, смотрите. Здесь контролируется поток людей, посещающих японский сад с помощью QR-кодов. И вот на этом экране отображается ближайшее время, во сколько будут выдаваться следующие QR-коды. Максимальное количество посетителей получается за раз 40 человек. И собралась очень большая очередь, которые хотят посетить японский сад. Но мы, наверное, в этот раз не пойдем. Пойдемте дальше. Туда, где не надо ждать 2 часа. И тут не надо никаких QR-кодов в очередях ждать. Но это не точно. Давайте посмотрим. Движемся, движемся. Ага. Интересненько. Что тут происходит? Во! Вот это уже классно. Императорские карпики тут в бассейне. Как золотые рыбки. Смотрите, какая красота. А главное, есть тенечек. Селфи. Себяшка. Все, выходим из этого лабиринта. Там тенечек. Там золотые рыбки плавали. Которые какие-то царские, королевские карпы. И где-то здесь, по этой тропинке, мы должны найти фонтан. Попробуем пробежаться? Сейчас я буду мокрое, чувствую. Иху! Ай! Ай-яй-яй-яй! Бежим, 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 бежим. Сейчас если он будет выключаться, меня намочит. А-а-а! Радуюсь, как ребенок, блин. Классно. Такую жару побегать в фонтаны. Как говорится, счастье и красота в простых вещах. Ну вот, теперь парк заиграл со всеми другими красками. Теперь можно рекомендовать и говорить, что здесь комфортно, красиво. И всем рекомендую приехать посмотреть. Все, фонтаны показал, сам освежился, стало не жарко. Идем дальше изучать парк. Так, в общем, выяснили. Это кратер называется. Сейчас мы движемся в сторону стремительная река. Тоже такой же кругляшок на карте. Вот-то оно что. Это, по сути, тоже типа водопад, только по ступенькам. Стремительная река. И здесь такие лавочки для релакса. Так, ну народ, я смотрю, в шлепках ходит. Да, и логично, потому что тут камешки лежат. Пяткой наступишь, просто взвоешь. Саш, надо обуться, Саш. Настя, там камни лежат на дне, отколотые от этого гранита. Можно пяткой наступить и просто взвыть. Классно, водяная лестница. Да, водяная лестница. Водичка на солнышке прогревается. Красота. Локацию стремительная река мы посетили. Ступеньки были с водопадом. Теперь идем в локацию инфинити. Получается, вот так всклянь набран бассейн. Как зеркало. И вода, которая по краям стекает, она здесь дальше идет по ступенькам уже. Пойдем туда сначала, дочь. Красивые фоточки. Можно поделать, сейчас пофоткаемся. Все, внутри локации инфинити посмотрели. Теперь давайте посмотрим, как вокруг она выглядит. В общем, детворе там очень весело. Вода пахнет хлоркой. То есть, скорее всего, какие-то нормы обеззараживания выдерживаются. В общем, идем дальше. И я не выговорю, как это называется. Называется Бугенвелия. Как-то так. Бугенвелия? Да, туда спускаемся вниз. Тоже какая-то водяная конструкция. Интересно посмотреть. Я уже мокрый насквозь. А, ну просто фонтаны. И вот здесь вот такие лавочки. В зеленом саду. Ты на лавочку пойдешь? Тут стулья стоят возле фонтана. Ну, детвора просто бегают резвиться. Ну, в целом интересно. С учетом, что вход через вот такие вот арочки. Такая, знаете, атмосфера экологического города, что ли. Я не знаю, какой-то. Так, движемся дальше. Мы встретили вот такую набережную. Написано набережная. Искусственная инсталляция воды, водопадиков. И вот такое озерцо небольшое. Столбы. Вечером, наверное, классно все это светится. Красота. Так, пришли на инсталляцию пирамиды. Никак мы не дойдем до водяных лабиринтов. Здесь вот такой кафетерий. Адское пекло. Адское пекло. Поэтому, перебегая из инсталляции в инсталляцию, вроде весь мокрый насквозь, пока доходишь, уже высох. И опять жарко. Детвора, конечно, активнее плещутся. Они не так быстро высыхают. Так, это у нас наверху без воды. Вода только здесь внизу под деревцами. Под жарой не хочется туда идти. Так, это у нас амфитеатр. Так, в общем, вот так выглядят амфитеатр и кинотеатр летний. Не знаю, наверное. Сказали, тут все бесплатно. Кроме еды. И так сильно манило название водный лабиринт. То ли он не работает, как положено. То ли не совсем лабиринт. Воды нет. То есть уже не водный. Стенки ничем не закрыты. Видно, куда идти. То есть как бы уже и не лабиринт. Так, сейчас посмотрим карту. Возможно, это мы не туда пришли. С картой сверились. Все правильно. Это водный лабиринт. Наверное, так задумано. Воды нет. Стенки прозрачные. Точнее, их нет. Как-то так. Ну ладно. Нет, так нет. Все. Это все те позиции, которые хотелось посмотреть. Показать вам. В японский сад, к сожалению, не попали. Народа очень много. Там реально прямо часа четыре сидеть ждать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.